Программа действует с начала двухтысячных. Желающих получить образование в России с каждым годом становится всё больше. Если в 2009 году из Азербайджана в Россию по этой программе выехали чуть более ста человек, то в этом году их число перевалило за две сотни. Как отметил в своём выступлении посол России в Азербайджане Владимир Дорохин, сегодняшняя программа — продолжение традиций, заложенных в Азербайджане ещё в советские годы. Дело имеет достаточно глубокие корни. Великий Гидар Олейдич, когда ещё был руководителем советского Азербайджана, он смог добиться того, что каждый год из Азербайджана тысячу молодых людей ездили на учёбу в сторону России, в различные вузы в Москве, Ленинграде и других городах Российской Федерации. И огромное количество людей закончили эти вузы. И сегодня они работают, многие из них в Азербайджане, на благо этой страны. Их знания, полученные в советский период, они пригодились и современному Азербайджану. И я не знаю сейчас, какие пропорции, но я думаю, что выпускники тех вузов занимают далеко не последнее место в том кадровом аппарате, в том кадровом костяке, который сегодня обеспечивает развитие Азербайджана. Продолжением этой инициативы в современном Азербайджане стала программа, реализуемая посольством Российской Федерации и представительством Россотрудничества в стране. Консультации и собеседования для желающих принять участие в программе проводились в Российском информационно-культурном центре в Баку. В большинстве случаев дополнительных вступительных экзаменов нет, однако получить заветную стипендию не так просто. Учитываются и оценки в аттестате, уровень знания русского языка, победы на всевозможных олимпиадах и конкурсах. Выбирают лучших из лучших. Поступила в Санкт-Петербург, в государственный университет Горный, на факультет нефтегазового дела, профессия бурильщик. Поскольку эта профессия является сейчас одной из самых востребованных, и то есть у меня есть интерес к этой профессии, у меня как бы вся семья, они связаны с нефтегазовой сферой. Иначе дело обстоит с творческими специальностями. Абитуриентам необходимо пройти дополнительные испытания и доказать свой талант. Я очень счастлива, что поступила в Московскую государственную консерваторию, класс Игоря Ивановича Гаврыша, по Виланчеле, я Виланчелиска. Я очень рада, я очень счастлива, что мне в этом помогли, поддержали. Я поступил в этом году в Московский институт культуры на педагога балета. Для меня это было очень волнительно, потому что конкурс был на самом деле огромнейший, 100 человек на место. Но, несмотря на все трудности, я смог, и все у меня получилось. Образовательная программа – одна из составляющих сотрудничества в гуманитарной сфере между Азербайджаном и Россией. В основе ее лежит русский язык, который сегодня в мультикультуральном Азербайджане является языком межнационального общения. В отличие от многих стран постсоветского пространства, в Азербайджане действуют школы и вузы, где граждане страны беспрепятственно могут получать образование на русском языке. В стране функционируют филиалы двух крупнейших российских вузов – Московского государственного университета имени Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета имени Сетчинова. Это яркий пример сотрудничества между Россией и Азербайджаном в области образования.